Болельщики стали душой чемпионата. На трибунах, в фан-зонах, просто на улицах они дарили всем необыкновенные эмоции и создавали особенную атмосферу. Этой ночью на Никольской она стала главной улицей первенства. Сотни фанатов с песнями и танцами провожали турнир. Устроили в Москве накануне праздник и для волонтеров. Это огромная команда, десятки тысяч добровольцев. Во всех городах-участниках они целый месяц помогали гостям и отвечали на любые вопросы. Ольга Паутова подробнее. Вот так проходил финал на главной улице этого чемпионата. Бары переполнены и те, кому не хватило места внутри, пытаются следить за трансляцией прямо на улице. Кто-то смотрит счет на телефоне, но в принципе узнать о результате можно и по возгласам и крикам из этих окон. Но если вы не смотрели матч, то понять, кто же стал чемпионом мира, по поведению болельщиков было не так просто. Вот выигравшие французы обнимаются с побежденными хорватами и ликуют одинаково громко. Я думаю, что наш праздник продлится не меньше трех дней, потому что для нас второе место. Это как стать чемпионами. Французские же болельщики после финального свистка сразу же накрыли вторую победную звездочку. Я вижу, у вас пока только одна звезда на футболке. Теперь можете добавить вторую? О, завтра я точно вышью новую звезду в честь победы. Художник Марк Арр футбольным фанатом себя вообще-то не считает. На чемпионат приехал ради болельщиков. Он изображает их уже почти 30 лет. Эту картину написал после победы Франции в 98-м, а эту уже в Москве. Это все изображения реальных людей, которые приходили на Никольскую последние сутки. На улице можно было встретить даже Месси, правда картонного. Здесь были, кажется, все болельщики, которые сейчас в Москве. Разве можно было уехать, не обнявшись друг с другом на прощание? Я приехал сюда в самом начале чемпионата. Я ездил за Бразилией по всем городам. Так что я видел все. Россия прекрасная. Как же не хочется уезжать. Мы отлично провели здесь время. Россия очень гостеприимная и дружелюбная страна. Конечно, этого праздника не было бы без волонтеров. Только в одних лужниках их работало более полутора тысяч. И сразу после финального матча, вечеринка в их честь, президент FIFA Джанни Инфантино отметил, они помогли провести лучший чемпионат мира в истории. Волонтеров вышли поблагодарить и игроки французской сборной. Это такой праздник, который ты испытываешь каждый день. И очень, конечно, не хочется, чтобы он уходил. Сейчас многие уже предвкушают, каким же станет следующее мировое первенство. Кто-то накануне ночью на Никольску пришел даже с собранным чемоданом, а кто-то со смелыми надеждами. Для нас этот чемпионат был не слишком удачным. Но в следующий раз мы станем чемпионами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok